Давайте не терять темп и продолжим обсуждать теперь карту боевых действий. Как прошли последние сутки на театре боевых действий. Смотрим на специальную графику, которую подготовили наши коллеги. И вот с чего мы начнем. С Харьковского направления. Там враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Харьков. Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотниками и летательными аппаратами других типов произвел воздушную разведку возле Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепеля. На славянском направлении противник активных наступательных действий не вел. Производил огненное поражение из артиллерии разных типов. Близи Богородичного, Долины, Дебровного, Великой Камышевахи и Родного. На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Солидар и Бахмут. И оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк. На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию. Для обстрелов недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Солидара, Яковлевки и Кадемы. Также он нанес там авиационный удар возле поселка Вершины. Буквально несколько километров от Донецка находится Авдеевка. Это направление обсудим. Там зафиксированы артиллерийские обстрелы возле самой Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нитайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески. В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Маренко, Владимировка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Новоандреевка, Каменская, Новоселка, Волшебная, Новополь и Гуляйполе и Нескучная. Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Маринки и заставили врага бежать. Но теперь опускаемся ниже. Южнобургское направление. Там противник имеющимися средствами огневого поражения пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления. Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад Покровская, Степная долина, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополина, Потемкина, Ольгина, Никополь. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки. Противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовом. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел, сообщает генеральный штаб. Ну и акватории Черного и Азовского моря давайте обсудим. Там корабельная группировка противника основные усилия сосредоточила на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры уже на глубине территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования. Продолжаем верить вооруженные силы Украины как на суше, так и внутрь.